Привет, ребята! Как дела? Сегодня я решила поставить камеру поближе И просто немного шептать С ушка на ушко За свое недолгое время на YouTube я обнаружила, что моя аудитория в основном находится в США Поэтому, скорее всего, они ничего не поймут А просто включат это видео где-то на фоне И, возможно, я что-нибудь буду шептать, а им будет ничего не понятно Но им просто будет нравиться русский говор Русский народный А все те, кто из России, из СНГ, возможно, меня поймут И попытаются даже послушать Для всех, кто не понимает Это будет приятный Бэкграунд А всем, кто понимает Я расскажу, как началось мое путешествие на этот экран И зачем оно все нужно Я первый раз посмотрела ASMR-видео в году 2015 И, скорее всего, мне предложил его YouTube Это где-то, по-моему, это была Мария Мария, конечно же, водила вот так вот руками Когда вот причесывала Что-то делала, волшебные какие-то словечки шептали И она просто на меня так начала воздействовать Я поняла, что через минут пять у меня глаза просто закрываются А голова вот так вот прыгает и падает просто на подголовник кресла И самое интересное, что я не слушала в наушниках Я слушала просто из колонок Ну, понятно, там басов больше, конечно И даже без наушников она меня усыпила Я думаю, ёлки-палки Как же, что это такое вообще Ну, давай дальше смотреть какие-то странные видосы Но там почему-то в поиске дальше были какие-то странные чавкающие люди Это мне не очень нравилось Потом я решила просто зайти в группу ВКонтакте АСМР что-то там И скачать аудиофайлы Просто первый случайный Загрузила себе в плеер И перед сном решила послушать это всё дело А там оказалась проба пива По очереди с открыванием бутылок С громким глотанием Сейчас я помню, что это был эфемерал И мне очень не понравилось Потому что, во-первых, у меня были наушники 180-ые сенхайзеры В них слушать АСМР невозможно практически То есть, ну, как практически Это реально-нереально И тем более какие-то странные чавкания и прокладывания В общем, после этого я как-то эту тему забросила И вернулась к музыке в основном Потому что музыка Она тоже дает вполне себе настоящие мурашки по спине И по другим частям дела Потом, когда Ютуб он всё помнит правильно У меня начали появляться рекомендации АСМР Дестини И он там какими-то ёршиками Для унитаза Извините То есть это были, скорее всего, для мытья посуды ёршики Чтобы бутылки мыть изнутри Вот так вот А он эти ёршики как-то чесал друг от друга А потом взял на руки кота И тоже начал чмокать И я, в общем, вот это чмокание сразу выключала И зацикливала только на том, где он этими ёршиками чё-то там чесал Кстати, о ёршиках Я решила сегодня просто немножко Делать таппинг Легонечко пальцами по всяким разным предметам стучать Но так не назойливо Чтобы не только Мои разговоры слушать Вот На самом деле шептать вот так вот Больше пяти минут подряд Это, к связке напрягаются больше Чем при обычном разговоре, да, либо пении И немножко понимаю, что здесь Где-то чё-то вот оно слышится Уже не то Но, я думаю, у меня получится Пока что на таймер пять минут Надеюсь, всем, кому стало уже скучно У них глаза потихонечку такие И закрывается один глаз Сперва Правый глаз закрывается Потом левый глаз закрывается А потом оба глаза тоже закрываются Ну, так вот Смотрела я этого АСМР тесты, наверное, не очень долго Просто поняла, что какой-то мужик У себя дома Сидит или стоит, да И просто с камерой разговаривает А у него уже тогда, там, на 4К Все было 60 фпс и все такое А подписчиков, так, ну, для его уровня В принципе, немного Там где-то 30 тысяч было Сейчас уже 66 Спустя несколько лет Стали там 3д видео появляться В общем, смотрю и смотрю И понимаю, что вот, ну, стоит он реально Сам с собой И разговаривает Что-то там руками вертит, да, перед камерой Я понимаю, что он реально делает вот так вот один И на него смотрят, да, тысячи людей вот так обратно А потом было видео, где он эти зубы чистит вот так вот Прям изнутри рта И все комментарии в YouTube написаны, что Ух ты, я не знала, что у моих клант есть глаза Да, да, как у холмов есть глаза Потом я это все ненадолго забросила Потому что вот смотришь, думаешь, ну, как-то странно все это Просто странно, непонятно Зачем? Хотя в итоге сейчас занимаюсь примерно тем же самым Так вот О чем я там говорила Да, в принципе, не важно, о чем я говорила Главное, это процесс шепота Правда? Ну, я свою мысль попытаюсь продолжить В общем, на регулярной основе Я никогда не слушала, наверное, до года 2017 То есть пару лет Пока не купила себе Хорошие, мониторные, огромные наушники Вот, которые прям такие, как у чебурашки закрывают И вот тогда Началось Особенно если было какое-нибудь качество на СМР Когда действительно вот эти 3D С 3D расположением Где и сверху можно услышать, и снизу услышать Снизу услышать, да И сверху услышать И справа, и слева И если Делали, например, какой-то звук Когда по Ветрозащите микрофона проводили чем-то У меня прям вот это вот здесь Как будто пенопластом по стеклу Это не очень нравилось Нравились какие-то вот кисточки Когда берет кисточку, да Кстати, первое видео с кисточками Это какой-то был испанский мужик И он просто Брал вот так вот эту кисточку И проводил прям по камере вот так вот раз И с другой стороны тоже два И еще у него шуршало это обязательно Самое главное, что это был мужик И это даже не видео про макияж Я тогда поняла, что Мне прям по лицу проводят вот этой кисточкой А я чувствую эти кончики, да Вот эти штучки И меня все тогда просто озарило Я начала всякие вот эти кисточки слушать, слушать Дослушалась какой-то мужик этот надоел потом Потом началась массажная какая-то, да Или когда ногтями везде там стучат Да, кисточку мы уберем Вот это видео, где там три часа она стучит по Айпаду, да Либо по телефону Стучит с ними, ногтями стучит Ну, как включишь, да На фоне, чтобы И вроде как и Домашняя работа делается побыстрее Или что-то Я так, кстати, готовилась к экзамену по английскому языку Но включала не прямо ASMR, а звуки вот костра Когда там ветер дует Читала, все переписывала А у меня костер в ушах играет Но потом мои прекрасные мониторные наушники Сломались И, точнее, один сломался Как обычно один ломается и проводок начинает отходить Да, вот такая падла зараза Я их решила в ремонтне нести, продать на Юле за 100 рублей Вот эти вот поломанные, но еще работающие наушники Пока их у меня не купили Какие-то два чувака, студента Вот, не знаю, спаяли, не спаяли Наушников была гарантия Шесть месяцев, но они где-то месяцев девять проработали по итогу Но я поняла, что мне нужно что-то посерьезней И взяла себе арматурный, внутриканальный А не просто, то есть не сенхайзеры, прости господи А из Алиэкспресса есть там целая группа Называется Аудиобюджет И там они по определенным параметрам, которые вам нужны Они рассказывают, какие вам наушники под вашу ценовую категорию будут подходить Вот, казалось бы, Алик, да, там фигня обычно какая-то, да За 30 рублей, но теперь за 60, да Возможно, какой-нибудь пердящий гуан к вам придет А по итогу, эти наушники с арматурным драйвером Там их два вроде как Они стоили где-то 30 долларов Ну такие как бы У нас можно в ТНС купить за 30 долларов Фильм, да, всякое, короче, тоже затычки позорные А тут за 30 долларов там и нет басов каких-то вот этих пугающих, да, бердящих А верха не скрежет, да, вот так гармонично очень Они назывались Кейзет, что ли Потом взяла себе Денмарк Они тем хороши, тем, что у них сам наушничек Он отсоединяется от провода И если провод разволосится, порвется, да, там в кармане И как обычно все это происходит у нас Провод этот можно поменять Ну вот они мне где-то года полтора прослушили Потом провод поломался Ну а что я новый заказала, там какой-то супер обмотка Серебристый, золотистый И прекрасно работают, даже еще лучше То есть, в принципе, если их там, если на них не сесть одним местом На вот самую ту штучку, которая в ухо так странно вставляется То они, в принципе, бесконечно могут слушать Вот, такие дела Дальше мое смр-путешествие уже приняло хронические формы Я уже слушала эфемерала всяких вот этих корейских девочек Которые там по два часа себе маски для лица наносят Насчет эфемерала, да, он когда русский акцент пытается делать У него сразу вот эти характерные звуки, да, вот для американцев, англичан Они его все равно выдают, но мужик прям, мужик старается Я его где-то начала слушать с двухста тысяч Сейчас у него там, да, семьсот с чем-то Вот, но самое вот это странное было, где он Индюшку, индейку, да, берет перед днем благодарения И там массирует как-то странно На протяжении полутора часов То есть вот это вот ощущение какого-то дискомфорта Это кринж, прости господи Некоторые видео не покидает И мне вот хотелось, чтобы создавалось ощущение какой-то приятной заботы, да У Марии видео, ну, некоторые странные, где она там стюардесса, да Показывает тебе в лицо эту инструкцию по безопасности Ну да, немножко все гиперболизировано получается Но все равно такое приятное ощущение комфорта и заботы Если просто шептать там типа Мурашки, 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 мурашки Или там Тинглс Ладно, я свой шепот уже буду немножко помедленнее делать Потому что надеюсь, что потихоньку начинаю утомлять Ну да, утомлять, расслаблять И больше послушаем Ногти по пластику Но я сильно в микрофон их не сую Потому что, чтобы не было такого Жесткого ощущения Хотя, кому-то нравится, да Вот эти Сильные Триггеры Триггеры А еще был этот странный Такой молодой человек У него темная кожа Он на блюете записывал В комнате И когда В комнате шторки какие-то у него еще висели То ли бордовые То ли бежевые И он когда приветствовал всех Он говорит, привет мои триггеры То есть такая Своеобразная Аллюзия на традиционное приветствие Или в каких-то гетто Американских Или Вот Но мы про эту тему не будем дальше Немножко таппинга У меня Меня поразило, что самое популярное видео На ютубе В жанре АСМР Это видео Где едят Очень смачно Соды медовые Там 42 миллиона просмотров И вообще все эти мукбанги Ну Я вот понимаю, что это популярно И просмотры Там и все такое Но Мне оно Не очень нравится Мягко говоря Так называемые эти мокрые триггеры Что-то вот сухое Сухое Звуки рук Ну или Небольшой массаж Тоже с лосьоном То есть не садиться на калькулятор И не массировать бабу в купальнике То есть где я возьму бабу в купальнике В конце концов Ну а помассировать камеру Как-то вот Пообнимать Поводить руками Наложить звук Бритвы Массаж Если взять Собой На Смр Сессию Мужика Какого-то Чтоб массировать То На него не будут смотреть Другие мужчины А Как показывать статистика В основном Потребители контента Смр Женщин Асмр-тисток Это мужчины Даже у меня сейчас Немножко Подписчиков Пока что Но там Ютуб пишет Что 90% Это мужчины Вот Так что девочки Если вы здесь есть Привет Все такое Есть очень простые Ну как простые Способы Поддержания Аудитории Декольте Сделать Куда поглубже Либо там Чупа-чупс Там На камеру Или два Или три Так сказать Чупа-трепить в пищу А потом зубы почистить Ну это Кринж Ой какой кринж Надо читать Какие-то спокойные книжки Делать массаж Вот это Вроде как Ничего Так Я надеюсь Все мои Американские Зрители Уснули Русские Для себя Может быть Что-то подчеркнули И захотели Посмотреть То видео Где Массируют женщину В купальнике А там Еще этот мужик Лысый Он Эту свою Партнершу То в душе Массирует То Привязывает К ней Какие-то Веники Короче Эти Вот Картинки Там Наилы Ставит Где она там Глаза закатывает По-всякому Ну можно конечно Кликбейтить Но вот Посмотрит На кликбейт Человек И выключить сразу Потому что там Сразу Не получает Вот такого Запредельного Удовольствия Визуального Либо Аудиального Так Сейчас Еще постучу По какой-нибудь Еще Баночке Кому-то нравятся Вот эти Чика Чика Баночка Девочка Так называемые Уменьшительно Ласкательные Ну Если нравится Вы пожалуйста Пишите Я пошепчу А то Не все аж Стучать-то Ногтями Правда Самая Большая Проблема В том Что меня Самой Это все усыпляет Если я смотрю Видео Какой-нибудь Кореяночки Где она Делает Какую-то косметическую процедуру Другому Человеку Либо Камере Непосредственно От первого лица То Все У меня Сразу Глаза Закрываются И по спине Вот это Вся эта красота Идет сразу Еще есть одна Моральная дилемма Это на каком языке Все-таки Так скажем Вещать Потому что Русский Он Много У него Таких Вот Эти звуки Которые В уши Могут сразу Отдавать И Не все Настройки Микрофона Можно так Подстроить Чтобы это Приятно звучало Хотя Вот Какой-то Лингвист Американский Либо Британский Он когда-то изучал Все языки И в каждом языке Ну как все Все популярные Мейнстрим Языки И Ему больше всего Понравилось Слово Это Телятина Он Говорит Что Оно Звучит Наиболее Благозвучно Среди всех Которые Ему доводилось Вообще Во всех Языках Встречать Телятина 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 Для обывателя Американского Зрителя Слушателя Русский Как правило Звучит очень Брутально Жестко Товарищ И все Такое А на самом деле В этом слове Телятина Очень много Таких Нежных Те Ля Ти На То есть Все Все Слоги Слоги Господи Они Для уха Приятны То есть Слово Здравствуйте Они конечно Во-первых Не скажут Правильно Но оно звучит Немножко Грозно Вот Ну так Вот Моральная дилемма Говорить по-английски Потому что Для меня Английский звучит Гораздо Нежнее Все Вот Всяческие Слова Сочетания Да Вот Слова эти Коротенькие Маленькие Рифмующиеся Ну Реально Как-то Он убаюкивает Даже Если у Марии Видео То они по-английски Почему-то Звучат Нежнее Хотя Голос Тот же И выражения Те же В общем Посмотрим Как оно пойдет Буду немножко Разбавлять Такими Балтологическими Видео И на русском Говорят В русском языке Акцентов Особо нету Но вот Проживя Некоторое время В англоязычной среде И случайно Да Наталкиваясь На каких-то Блогеров Понимаю Что акценты Да есть Но это у нас Называется не акцентами А Коварами Да Какими-то Там Рязанский Ковар Южный Все такое Ну Традиционные акценты Это конечно Украинский Креканье Там все такое Чистый Русский Наверно Я слышала У коренных москвичей Ну Да Коренных Которые Не приехали И получили прописку Московскую Изначально Ну это традиционный диктор Хотя у некоторых дикторов На телеке Когда я его еще смотрела Действительно Вот это аканье Такое провинциально Московское Немножко Слышно Вот Но Если опять погрузиться В языковую среду То там и растворишься И это все Не будет слышно Опять Ну и самые яркие Акценты русские Это конечно Южный Ростовская Область Все что прилегает К Белоруссии К Украине Там Вот такой Распевный Немножко более нежный Русский язык Ну А так Вся остальная Россия В принципе Более менее Друг друга понимает А вот Если Ты живешь В Лондоне И там Через дорогу Перейдешь В другой район То там уже другой акцент То есть в пределах Одного города И иногда Даже друг друга Не понимают Жители Лондона Из Истсайта Из Сохо Больше районов В Лондоне Я не знаю Таких вот дела Так Ну что Она говорила И уже на 25 минут Даже наверное Больше будет Так что За полчасика Думаю Глаза У вас Немножко Потяжелели И Можно Уже Спать Ложиться Правда Можно Да Думаю Можно Уже Сама Себя Сейчас усыплять Буду Потихоньку Такие дела В общем Пожалуйста Напишите Если Вы Различаете Какие-то акценты Или у вас есть акценты Да А если Вы американец И ничего не поняли Ну тоже можете Что-нибудь написать Вот Совершаю Видео Небольшими Звуками Рук Звуки Рук Звуки Рук Звуки Рук Немножко Добавлю Дальку Потому что С дальком Это шуршание Немножко Более Крышное Вот Это меня уже просто Некоторые Говорят Некоторые Что Сами себя Не могут Вызывать У себя АСМР Но я у себя могу Вызывать АСМР Даже Просто руки Немножкие Матери Особенно Если Вы приложите вам Так, на сегодня все, спокойно и ночи. Так, на сегодня все, спокойно и ночи.